Ну что ж, коллеги, а сейчас мы с вами переходим к нашей сегодняшней встрече, к нашей сегодняшней теме про электронные ресурсы удаленного доступа, как они назывались раньше и сейчас они называются ресурсы сетевого удаленного распространения. По части информации мы уже с вами рассматривали на предыдущих вебинарах, но еще раз очень коротко в качестве введения пройдемся по основным моментам. С 1 июля 2019 года у нас вступил в силу новый закон, новый ГОСТ, закон для библиографических описаний R01002018, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Прежний ГОСТ 2003 года остается действующим, но на территории только стран СНГ. И мы про ГОСТ у нас был уже отдельный вебинар, поэтому более подробно, какие там новые введения, что изменилось по сравнению со старым ГОСТом, у нас было, по-моему, даже целых два вебинара на эту тему, можно будет посмотреть на канале записи тех вебинаров, поэтому мы на этом не будем останавливаться подробно. Но важный момент, ГОСТ 2018, еще раз напоминаю, на правила составления библиографических ссылок не распространяется. Для ссылок как действовал ГОСТ 2008 года, так он и действует. Что нового появилось в новом ГОСТе касаемо электронных ресурсов? Изменилась терминология, у нас появились новые определения понятий, новые термины, мультимедийный ресурс, электронный ресурс, информационный ресурс. Изменилась структура и состав областей, но не сильно, поэтому какого-то вот такого кардинального, уж совсем-совсем кардинального отличия от описания электронных ресурсов, будем их называть так, то, что было раньше в ГОСТе 2003, ну, таких кардинальных каких-то совсем изменений не произошло. Но есть некоторый нюанс, на который следует обращать внимание. И немножко по терминам, что подразумевается под информационным ресурсом. Как написано в ГОСТе, ну, может быть, не совсем эта терминология вызывает еще споры, вызывает вопросы, и это будет продолжаться наверняка. Но, тем не менее, информационный ресурс – это искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, в любом физическом носителе. Под электронным ресурсом подразумевается ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. Электронные данные, электронные программы и сочетание этих видов в одном ресурсе. Вот это вот и есть электронный ресурс. И очень часто мы сталкиваемся с понятием мультимедийный ресурс. Это электронный ресурс, содержащий информацию различной природы. Звуковая, графическая, текстовая и что-то еще. И вот это вот появилось уже в новом ГУСТе. Есть эти определения, мы их подробно рассматривали на одном из предыдущих вебинаров. Можно будет обратиться к этой записи, мы по ним немножко более подробно прошлись. Изменилась структура и состав элементов областей. И произошли изменения в порядке следования областей элементов. Естественно, при описании электронных ресурсов это все тоже сказывается. Полная схема описания может выглядеть примерно вот так. Даже не примерно, а практически. Но полной схемой описания мы практически не пользуемся. Потому что мы говорим не о создании библиографических описаний для каталогов, картотеп для библиотеки. А еще раз напоминаю, мы говорим очень просто о том, что мы можем использовать в нашем учебном процессе для студентов, для научных руководителей, для выпускников и для аспирантов тоже может пригодиться. С учетом того, что диссоветы сейчас по-разному предъявляют абсолютно разные требования к оформлению материалов. И поэтому здесь вариаций может быть много. И мы в основном используем не полную схему описания, а краткую, либо расширенную. Что происходит в области оформления электронных ресурсов? В области оформления электронных ресурсов происходит очень часто беда. Вот примерно вот так, как обычно. Вроде бы дан автор, приведено заглавие и все. И дальше ссылочка на копипастом из адресной строки на место размещения этого текста. Вероника Леонтьевна согласна, а то и просто ссылку вставляют. Да, иногда у нас все описание электронных ресурсов, особенно в студенческих работах, сводится вот к этой части. А что такого? Ну, это же электронные ресурсы, это не просто беда, Вероника Леонтьевна, это просто катастрофа. Для научного руководителя или преподавателя, которому вот это все потом проверять. А ссылка оказывается битая или ведет не на ту страницу, вообще неизвестно куда, потому что при копировании мы могли ошибиться. Что-то изменилось за то время, пока мы сдавали работу. Или вообще мы ее, как говорят студенты, скопипастили из какого-то списка, непонятно какого-то реферата, где-то там на Олбесте, из банка рефератов. И что это за материал? Ладно, студенты иногда и сами преподаватели, простите, оформляя статьи, умудряются вот так вот указывать ссылки на электронные ресурсы. Вот это совсем беда, потому что, чтобы проверить правильность, при проверке на антиплагиат, кстати, нам приходится очень часто проверять эти самые источники, чтобы понять, снимать нам галочку или нет. Вот, Людмила Александровна, это юмор или сарказм, а может это повторная ссылка? Это пример из библиографического описания и списка источников. И мы сегодня говорим о библиографических описаниях. То есть то, что идет в список источников, про ссылки, это отдельная песня. Даже вот так повторная ссылка на электронный ресурс не рекомендуется вставлять. Заглавие с экрана и дата доступа. Сейчас мы до этого дойдем. Вот обычный вариант, как у нас это все выглядит. В результате у нас за пределами библиографического описания остаются все важные сведения о документе, о редакторах, составителях, сведения об ответственности, что за сайт, заглавие веб-сайта, периодическое издание, электронное издание. Все это остается за кадром. То есть элементы, необходимые для идентификации документа или его составной части, если мы говорим о составной части документа, и получение представления о нем у нас здесь отсутствует. В какой-то степени это не только вина авторов, которые вот так пишут, но и частично в этом повинны сами сетевые документы, вернее их оформление. И очень по часу бывает сложно, а иногда и невозможно установить лица, несущие ответственность за публикацию, определить ресурс, что это такое, в котором помещена составная часть. Не говоря уже о месте дате публикации. То есть не всегда это указано на самом электронном ресурсе. И сделать это нелегко не только любому пользователю, но и даже профессиональным библиографам бывает очень затруднительно. И только владение навыками переработки информации, аналитико-синтетическое знание правил библиографических описаний иногда позволяет в этом разобраться. Что это за ресурс, который удалось найти через ту или иную поисковую систему, на каком сайте он размещен, что является идентифицирующим документом и так далее. Но в то же время выявление этих сведений необходимо делать и для этого даже необходимо владение навыками и компьютерной грамотностью тоже. Переделывая обычное описание в не совсем обычное, мы получаем уже дополнительную информацию. У нас появились сведения об идентифицирующем документе. У нас появилось указание, что это сайт. У нас появилось указание на адрес размещения и добавилась дата обращения, когда мы обращались к этому сайту. То есть мы добавили, сделали уже более приличное описание, которым можно пользоваться и в целях идентификации документа, и в целях его поиска. И пройдемся по областям электронного описания. Мы будем в основном говорить об одноуровневом библиографическом описании. Ольга Викторовна увидела Ваш вопрос, где мы указываем информацию, что это электронный ресурс, заглавие с экрана и дата доступа. Если это вопрос, то сейчас мы это увидим. Если это комментарий, то плюс вам к дополнительным баллам. По описаниям пятый раздел ГОСТа, одноуровневое библиографическое описание, вот оно содержит часть информации, часть необходимых положений для области заглавия, сведений об ответственности и прочих элементах, необходимых нам и для составления описания на, будем называть по старому, электронный ресурс. Потому что они могут быть и сетевого, и локального доступа. Раздел 5.2 и пункт 5.2.3.1 определяют, что мы берем, откуда мы берем основное заглавие. Кстати, вот Ольга Викторовна про основное заглавие. Основное заглавие электронного ресурса сетевого распространения. В качестве основного заглавия приводят то, которое появляется на титульном экране при загрузке ресурса. Если такое заглавие у нас отсутствует, то в порядке предпочтения приводят заглавие, которое указано на странице. Вот мы открываем сайт, у нас открывается по ссылке, например, у нас открывается страница. Смотрим заглавие этой страницы, которое содержит сведения о ресурсе или может быть приведено основное заглавие в метаданах о ресурсе. Титульный экран. Титульный экран – это аналог титульной страницы, титульного листа в обычных печатных изданиях. Предписанный источник информации у нас обычного, откуда берем сведения. Титульный лист. По приоритетности первый – это титульный лист, оборот титульного листа. Титул и оборот титула. Вот это вот у нас и считается сейчас титульным листом. То, что берется с оборота титула, мы не указываем уже в квадратных скобках, хотя раньше это делалось. То есть они уже узаконены в правах. Точно так же есть и понятие «титульный экран» при описании электронных ресурсов. Что подразумевается под титульным экраном? Сейчас я вам дам название, потом посмотрите, обязательно этот ГОСТ можно будет взять. Особенно если у вас очень много электронных ресурсов приходится описывать. Вот это может вам пригодиться. Ссылку. Ага, Наталья Борисовна. Во всех уважающих себя ЭБС даются прекрасные библиографические ссылки, в том числе и на ресурсы на дату доступа. Да, Наталья Борисовна, про ЭБС это мы сегодня про ЭБС точно не говорим. Они дают, но дают это для ссылок, для описания немножко оно по-другому оформляется, чем ссылка. Но информацию отсюда, если вы берете источники из ЭБС, можно брать оттуда. Но что делать, если у нас источник, которым мы пользуемся, нет в ЭБС, страница веб-сайт. Вот тогда нам придется уже самим ручками делать. И могут быть у нас и несовпадения. Вот Елена Сергеевна спишет, многие дают неверные. Разные варианты. ГОСТ носит рекомендательный характер, поэтому некоторые моменты в разных ЭБС могут давать по-разному. А нам приходится ориентироваться на те требования, которые есть, например, в наших методических рекомендациях. И иногда приходится корректировать в соответствии с этим. Анна Геннадьевна, да, будет. Обязательно будет. Я скажу, как получить. Ирина Ивановна, презентации сегодня нет. Можно делать скриншоты. И я потом, вот на курсе точно будут все материалы и все презентации я отдаю уже в качестве методических материалов. Ну, здесь мало чего. Да, в основном мы идем по ГОСТу. Так вот, ГОСТ 783-2001, электронные издания, основные виды и выходные данные. Там есть пункт 3.3, который говорит нам о том, что подразумевается под титульным экраном. Один из первых экранов электронного издания, или специальный, может быть, системный экран, в котором есть выходные данные. И в разделе 4.3 тоже этого же ГОСТа говорится о размещении выходных данных. Где они размещаются? Откуда нам их брать, если вдруг мы имеем дело не с ЭБС, где есть подсказки, да, а непосредственно с электронным ресурсом в виде там веб-страниц какого-то сайта? Основным местом размещения выходных данных является титульный экран, выполняющий в электронном издании роль титульного листа, как для печатного издания. И титульный экран может состоять из нескольких частей, связанных между собой переходами. Электронный ресурс, являющийся аналогом печатного издания, кроме собственных выходных сведений, должен еще обязательно содержать выходные сведения соответствующего печатного издания. То есть у нас здесь будет двойная запись и про печатную часть, и вторая часть уже про электронный ресурс. Если у нас есть и электронная версия, и печатная версия. Наталья Сергеевна, да, может быть чуть-чуть подольше, но постараемся в один час уложиться. Значит, что может входить в это понятие титульного экрана? Титульный экран, может быть несколько связанных переходами. Основное меню, сведения о программе, первый вывод информации на экран. Та страница, которую мы открываем. Вот это вот все может считаться одним титульным экраном. Ну, такая вот сложность при описании электронных ресурсов существует. Это вот важно просто понять. Это как использовать ту же аналогию, как титул и оборот титула. Вот то же самое, только для электронных ресурсов этих оборотов гораздо больше, которые мы можем использовать для того, чтобы собрать информацию. Ну, и несколько примеров таких вот титульных экранов. Тут немножечко миленько, но для нас самая главная суть. Вот титульный экран, например, страница наших курсов, где они представлены, если вдруг мы отсюда берем. Ну, также могут быть представлены, например, статьи, если мы берем отсюда информацию. Вот верхнее меню. Иногда информация о ресурсе содержится здесь. И мы можем собрать часть информации отсюда, например, заглавие, автор, какие-то дополнительные сведения, ну и ссылку. И из меню мы можем взять, совершив переход, мы можем взять недостающие данные. Иногда вот здесь, где размещается логотип компании, обычно слева вверху, можно понять, что это за ресурс. Это образовательный портал, это справочно-поисковая система, справочно-информационная система и ее название. Вот это тоже можно брать для составления библиографического описания электронного ресурса. И обязательно обращайте внимание, то, что находится в самом-самом низу, здесь у меня заканчиваются кнопочки, но на самом деле там есть еще подвал, так называемый подвал сайта. Вот там можно брать информацию, и часто она есть об обновлениях, о публикациях и прочие. Года, да, вот оттуда можно это подчеркнуть. Еще один пример, тоже титульные экраны, электронный научный журнал. Причем обратите внимание, да, международный номер у него есть. Если у нас электронный журнал полностью, значит, у него есть еще и печатная версия. Если электронный журнал полностью, у него нет печатной версии, то обычно дописывается еще значок перед АССМ Е, электронные указания. Может быть, и два международных стандартных номера присвоено. Но если они есть у журнала, это хорошо. Хотя бы один. Татьяна Александровна, спасибо, что отметились. Отмечаю, присутствуете. Так вот, часть информации мы можем взять и отсюда. Тоже титульный экран. Например, если мы берем информацию о какой-то статье, часть информации здесь у нас уже присутствует. По крайней мере, автор заголовья у нас есть. Но данные о журнале мы тоже можем отсюда взять. Но чего нам здесь не хватает? Нам не хватает указания вот тех самых страниц. Раз есть АССМ, значит, эта и печатная версия тоже присутствует. На каких страницах? Даже если электронный журнал, иногда размещают статьи без указания страниц. Иногда наиболее серьезные издания. Там тоже есть указания страниц, но это не печатная версия. Это в электронном виде, внутри самого журнала. Но указания страниц тоже есть. Поэтому нам важно проверить, есть ли они или нет. И поэтому мы осуществляем переход. Нам нужно перейти на следующий. Вот это тоже титульный экран составной части электронного ресурса. Вот более конкретную, более подробную информацию мы можем взять отсюда. Если указаны номера страниц, это хорошо, мы их отсюда берем. Но в чисто электронных журналах может выглядеть вот так. И нумерации страниц может отсутствовать. Просто PDF-файлы выложены отдельных статей. Поэтому, если так, то не ищите количество страниц. Мы просто указываем адрес. Ну, хорошо, если есть ДУИ. Тогда нам по ДУИ очень легко будет привязать эту статью и указать ее в описании в обязательном порядке. Ну, и дополнительную информацию мы берем отсюда. То есть иногда для того, чтобы составить библиографическое описание, нам приходится совершить несколько переходов по сайту, по экранам. И все это вместе будет один титульный экран. Ну, и вот такой постепенный переход от одних описаний к другим. От старых описаний к новым. Не совсем корректных, но более корректных. Ну, вот, например, вот так. Будем считать, что здесь приведен адрес этого ресурса. Что это такое? А Бог его знает. Да, это может быть и печатная книга, выложенная где-то. Это может быть статья сайта. Это может быть электронная книга. Электронный курс. Что это такое, непонятно. Но то, что это в электронном виде существует, у нас раньше было указание. В 2003 густе мы писали режим доступа. То есть сейчас мы пишем немножко по-другому. Добавляем. Вот добавили. ЭБС. Ага, значит, это все-таки что-то, находящееся в электронной библиотечной системе. Да, здесь есть ошибки в описании. Их специально на них не указывают. Да, мы просто проходим по основанию. Добавляем электронный ресурс. Слава Богу, что это электронный ресурс. И, наконец, приходим к версиям 2018 года. 2003 год прежде и сейчас. Вот полное практически описание. Мы постепенно добавляли элементы, идентифицируя этот ресурс. Вот к чему мы пришли. Что это электронный ресурс. Это по ГОСТу старому. В квадратных скобочках здесь, потому что так положено, мы указываем обозначение материала. И для электронных ресурсов это было обязательно. Сейчас мы его немножко тоже по-другому указываем. Но тоже обязательно включать, если они составляют меньшинство массива в списке источников. Татьяна Владимировна, да, внезапно вдруг включилась. Сейчас, одну минутку, я, коллеги, попробую устранить эту непосредственность. Надеюсь, шумоизоляция нам поможет. Получше стало, Татьяна Владимировна. Шум ушел. Напишите, пожалуйста, в чат. Ага, отлично. Слава Богу, справились. Если будет перфоратор, будет еще хуже. А вот это в красном шерифтом выделено. Это мы дописали уже сами для того, чтобы дать понятие, что это электронный, именно электронный курс. Это не электронная книга, это не страница сайта, а именно электронный курс дистанционного обучения. И дальше шли очень кратко, да, здесь краткое описание, где это лежит, да, сведения, выходные данные, как раньше говорили, режим доступа и дата обращения. И вот мы его доступаем. Дополняем, дописываем до ГОСТа 2018. Вот смотрите, здесь у нас добавляется, мы пишем уже по-новому, как принято в новом ГОСТе. Пишем URL, естественно, двоеточие. Дальше пошел адрес, где расположено. И в самом конце мы дописываем условия доступа. То, что требуется регистрация. Если режим доступа у нас свободный, по умолчанию мы его можем опускать в электронных ресурсах, не писать. А вот если требуются какие-то дополнения, и чуть попозже мы про это посмотрим, да. Вот мы его дополнили. Еще в конце можно дописывать текст электронный. Сейчас наверняка спросите, а почему мы это не написали? Текст, изображение, электроны и так далее. В описаниях для студенческих работ это условно обязательный элемент, мы его можем опускать. Поэтому лучше его опускать, чтобы потом не мучиться, особенно если у вас пойдут какие-то ссылки на видео лекции, на видео записи каких-то семинаров, вебинаров, на которые вы ссылаетесь. Если это разрешено, да, давать такие ссылки на подобные источники, то вот с этим будет просто беда. Вы вот это будете расписывать и ломать голову. Поэтому лучше вот этот элемент, если есть возможность его опустить, мы его опускаем. Вот мы его здесь опускаем. И в основном заглавии вот здесь у нас мы с вами дописываем в квадратных скобках сведения, необходимые для пояснения основного заглавия, жанра произведения, вида ресурса. Вот они могут быть сформулированы на основе анализа ресурсов. Вот как здесь мы дописали, что это электронный курс дистанционного обучения, точно так же мы можем и внизу тоже в примере мы дописали политика.ру, независимый политический вестник, это мы взяли из источника. И в квадратных скобочках мы дописали то, что выделили на красном сайт. То есть мы дали пояснение. Заглавие с экрана. Указываем. Указываем. А, вы имеете в виду заглавие с экрана, там где у нас идет режим доступа. Можно указывать. Можно указывать. Да, все, поняла. Заглавие с экрана. Можно указывать. В студенческих работах иногда это опускают. Можно немножко упростить для студенческих работ. Для более серьезных изданий можно. Там немножко не в биографическом описании, мы сейчас про ссылки уже переходим. Если для оформления статей используется, но на основе ГОС-2018 тоже можно опустить. Основное заглавие может быть типовым или тематическим. То есть состоять из обозначения вида ресурса, там виртуальные музеи, виртуальная карта мира и так далее. Да, вот про сайт. Когда нам необходимо на основе анализа ресурса сформулировать, что это за вид, дополнительную информацию, то в этих случаях мы ее заключаем в квадратные скобки. И это иногда бывает необходимо добавлять, чтобы не заблудиться. И от прежней версии старого сайта, вот мы, прежней версии старых описаний неправильных, вот мы пришли немножко к новому ГОСТу. Ну и также вот пример, когда мы добавляем слово сайт. По облой заглавии и общее обозначение материала. Вот здесь пункт 5.10, он говорит нам о нововведениях. Вот нововведения, они присутствуют и для описания электронных ресурсов тоже. То, что у нас появилось в новом ГОСТе, эта область претерпела значительные изменения и переехала у нас в конец. Раньше мы в основном использовали текст электронный ресурс при описании электронных ресурсов, иногда видеозапись, но часто нам вот этого хватало, особенно так как основной массив у нас шел текстовых материалов. Сейчас это стало немножко по-другому. Область вида содержания и средства доступа здесь все кардинальным образом поменялось. И для печатных версий, для текстовых документов мы в основном используем текст и дальше пишем электронный. А вот электронная программа, электронные данные мы этого используем очень редко. Это не обозначение электронного ресурса. Поменяли обозначение элементов областей, изменилась терминология, но это необходимо было сделать, чтобы соответствовать международным. С международным правилом АСБД. Сравнили, как было раньше, как стало теперь. И теперь вместо электронного ресурса мы пишем текст электронный. Но если видеозапись, то обозначение у нас будет немножко другим. Раньше мы писали так, теперь у нас в соответствии с пунктом 10 и 8. 10 мы пишем текст электронный вот таким вот образом, в самом конце. При этом маленькое дополнение, что важно помнить. Пункт тоже в гости очень важный. 5, 9, 7. Движение. Это не видеозапись и не движущиеся объекты. И звуки. Это не музыка и не речь. Точно так же, как электронная программа и электронные данные. Это не электронный ресурс, статья в электронном журнале. Текст для ресурса применяется, содержание которого представлено в виде записанных слов, символов, чисел, книги, журналы, газеты. Вот это рукописи, корреспонденция, печатные электронные, микрофиши и все что угодно. Это будет текст. Аудиокниги. Голос человека в цифре, в аналоге. Это будет устная речь. Вот ее используем. Если мы берем какие-то подкасты и ссылаемся на них, то тогда используем термин не звуки, а устная речь. Электронная программа – это ресурс, содержание которого выражено через ряд инструкций, закодированных цифровым способом. Все, что предназначено для обработки и выполнения компьютером. Прикладное и программное обеспечение. Вот это будет электронная программа. Электронные данные – это ресурс, содержание которого выражается в закодированных цифровым способах данных, необходимые для обработки компьютером и обычно не представляются в необработанном виде. Это какие-то данные, которые используются электронными программами для различных моделей, вычислений и прочее. То есть мы сюда, наши электронные курсы, созданные нами, будут подпадать скорее под определение мультимедийной, и мы уже будем немножко по-другому их описывать. Это будет скорее либо изображение, либо текст электронный, и выстраивается их сочетание. Сложная очень работа, поэтому это условно обязательный элемент, поэтому лучше его упростить до максимума. Сложные комбинации – это хорошо, когда и необходимо специалистам, библиотекарям, библиографам. Нам на уровне преподавателей, не библиографов, нам достаточно, вот я вам просто показываю, насколько это очень сложно иногда бывает правильно описать. И чаще всего оно и не требуется на самом деле. Для нас важно написать, что это текст электронный или изображение электронное. Тогда мы понимаем, о чем идет речь. Вот здесь у нас какой-то изобразительный ряд, презентация в виде иллюстраций. Но это в электронном виде, это электронный, это аналог нашего электронного ресурса, то, что было раньше. Вот раньше было хорошо, написали один раз и все, а теперь приходится думать. Поэтому постарайтесь, если вы будете составлять методические рекомендации, хотя бы в упрощенном виде. А еще лучше мы можем от него отказаться. Но полностью не получится. Если у нас основной массив идет в списке источников, простите за тавтологию, это печатные издания и потом кусочек у нас про электронные. Помните, что если в меньшинство каких-то документов выбивается из общего ряда, то вот здесь мы их должны уже указывать. То есть, если у нас просто печатных изданий 35 и 10 электронных, вот тогда к электронным статьям нам нужно будет вот это дописать, что это текст электронный или изображение электронное. Вот как было раньше, так это правило у нас и осталось. Так, сейчас посмотрю, у нас есть пара вопросов. Видеозапись, рассылка данных материалов. Ага, Татьяна Геливна, расскажу по организационным моментам в конце нашей встречи. Коллеги, я сразу говорю про записи. Наталья Владимировна, фиксировать не нужно, просто зайти в свое присутствие. Про записи. Презентации точно не будет, поэтому делайте скриншоты, запись будет. И по вопросам комплект, это что, Лидия Васильевна? Это вот комплект, вот здесь вы, наверное, нашли, да? Комплект открыток. Что это собранное? Собранное в одну папочку. Например, какой-то комплект материалов. Это было раньше в ГОСТе 2003, осталось для стран СНГ. У нас уже, как видите, ушло, все перекроилось очень значительно. По ссылке, Ирина Ивановна, ссылку я обязательно в конце еще раз повторю, не волнуйтесь. Я сегодня просто единый во всех лицах, у меня нет человека за кадром, который быстро в течение вебинара ссылки будет повторять. Поэтому дождитесь, пожалуйста, я в конце обязательно повторю, хорошо? Средства доступа. Условно-обязательный элемент, вот то, о чем мы с вами сейчас и говорим, пункты 5, 10, 5, 10, 8, 5, 8, 5, 10, 8, 10, господи, запутаться можно. Используется термин электронное, для ресурсов, содержание которых доступно с компьютера. Вот мы пишем текст электронный, и этого нам достаточно. Можно, конечно, этот вид текста тоже, там, визуальный еще какой-то. Нужно ли этим мучить студентов, научных руководителей? Вот вопрос только в этом. Стараемся по максимуму минимизировать затраты времени, сил, нервов и мозговой активности в этом плане оформительском. Как будет выглядеть описание, ну вот пример из ГОСТа. Как будет выглядеть описание на интерактивную карту мира? Например, вот смотрите, изображение. И вот пошло не просто изображение, а картографическое, неподвижное, двухмерное, электронное. Вот чтобы вот это вот все описать, это надо провести очень непомерную работу. Поэтому принимайте решение, будете вы этот элемент включать вот в таком виде, полностью все расписывать, либо достаточно написать, например, для студенческой работы, что это изображение двоеточие электронное. Можно ли это опустить? На мой взгляд, можно и нужно. Если мы еще вот этим студентов начнем учить, умрут и они, и научные руководители. Хотя бы, что он понимает, что это изображение электрона, уже этого достаточно на этом этапе. Если это, конечно, не студенты библиографического или библиотечного отделения или факультета. Ну и дальше пошло, откуда это взято. Вот он, сайт. Знак «Равно» – это его параллельное название. И вот сведения, относящиеся к основному заглавию. Это уже у нас составная часть ресурса. Это пошли сведения об идентифицирующем ресурсе. Где находится эта карта мира? Она находится вот на этом сайте. Вот так он называется по-английски, вот так он называется по-русски. У него есть параллельное название. И оно приведено на сайте. А дальше пошло указание адреса. URL, адрес и дата обращения. Вот так будет выглядеть описание, например, интерактивной карты, которая текстом не является. Вот еще, например, вот у нас страница сайта. С нее взят вот этот материал, статья под названием «Порядок присвоения номера СБН». Вот она здесь приведена. Сведения об авторе раздобыть не удалось. Сведения об авторе в электронных ресурсах, особенно если мы имеем дело со статьями, расположенными на страницах веб-сайтов, они либо не всегда указывают где-то в начале, может быть указано в вступительном слове, ну как аннотация краткая, сначала приводится, о чем эта статья. И вот наш корреспондент такой-то, такой-то, где-то на пятом-шестом при предложении у нас вдруг встречается, что вот этот материал был подготовлен таким-то, таким-то человеком. Тогда автора берем оттуда. Иногда указывают в конце, то есть приходится здесь поискать. Текст электронный, этого достаточно. И вот сведения об идентифицирующем ресурсе. Российская книжная палата, мы указываем, что это сайт. 2018 год, это взято из данных, находящихся внизу в подвале, внизу страницы. Иногда в самом материале либо рядом пишется дата, либо в конце самого материала указывается дата публикации. Но здесь мы приводим, это то, что касается к самой статье. Здесь мы приводим вот этот год. Это касается не даты публикации статьи, а самого ресурса. И дальше пошла ссылка и дата обращения. Область издания, сведения об издании. Область издания. Пункт 5.3.2. Предписанные источники информации, это сам ресурс. Если мы говорим о локальном ресурсе, то это какие-то сопроводительные материалы и контейнеры. Сведения о переиздании, информация, перепечатки особых форм воспроизведения. Вот здесь вместо слова «издание» могут использоваться различные аналоги. Другие слова. Здесь может значиться версия, выпуск, редакция, вариант или другие эквиваленты. При составлении описания, аудио, видеоресурсов, мультимедийных ресурсов, указанной в ресурсе сведения об издании или версии, с которой была произведена запись, в основном это касается музыкальных, литературных произведений или театральных произведений, они как сведения об издании не рассматриваются. Их скорее в область примечания следует отнести. При составлении описания на электронные ресурсы, сведения об издании могут вот такие вот термины у нас включать. Да, еще может быть уровень, еще может быть релиз, обновление, степень. Это тоже может относиться к сведениям об издании. Все эти термины, которые могут использоваться, можно посмотреть более подробно. Они приведены вот в этом ГОСТе. И правила их сокращения. ГОСТ описания электронных ресурсов, которые никто не отменял. И в ГОСТе 2018 нормативные ссылки на этот ГОСТ тоже приводятся в отдельных позициях. Да, он, конечно, уже очень-очень устарел, но какие-то вещи еще действуют, например, как здесь. Про даты обращения я сейчас скажу, конечно. Так, вопрос у нас был Любовь Викторовна. Нужно ли поставить квадратные скобки? Квадратные скобки ставим там, где мы берем не из предписанного источника, а добавляем сами на основе какие-то сведения, на основе анализа данного ресурса. Наталья Владимировна. В квадратных скобках можно писать официальный сайт или просто сайт, как написано на самом ресурсе? Если это официальный сайт мэрии города Нижнего чего-то, то мы пишем официальный сайт города Нижнего чего-то. Если это нигде ничего не написано, это просто сайт, тогда мы просто пишем в скобочках сайт. Официальный сайт иногда пишут еще, если есть персональный сайт кого-то. Здесь два варианта. Здесь вы уже можете либо официальный сайт кого-то, либо сайт такого-то, такого-то. Если написано на самом экране, вы видите, что это официальный сайт, тогда обязательно, а там вы уже смотрите. Ольга Анатольевна, пример, описание базы данных автора имеется. Ольга Анатольевна, вот этот вопрос сейчас прямо так вот сходу не скажу. Ну, вы мне напишите, пожалуйста, во вкладку вопроса, что имеется в виду, есть ли какая-то база данных авторы имеются. Есть ли у вас какой-то пример, на который нужно составить это описание. Скорее всего, это сейчас прямо сходу не отвечу. Все Нового Госта, нет ничего не нужно в рабочих программах при указании библиографической записи. Ирина Ивановна, значит, смотрите, стараемся учитывать все изменения Нового Госта 2018 в рабочих программах, в принципе, нет. Но, смотрите, все равно сверять, какие-то мелкие нюансы могут проскакивать, да, как говорят, мелкие блохи. Поэтому лучше смотреть и опираться на те требования, которые используете вы в качестве рекомендаций для составления рабочих программ. Я так понимаю, рабочие программы дисциплины, да. Если речь идет об РПД, то спокойно можно использовать. Но сверьте с образцами, которые действуют в вашей библиотеке, потому что они могут сказать, что, ой, нет, а мы вот по-другому. Тогда немножко придется переделать. В области примечания. Вот самая такая область 5-8, до которой мы добрались, самое важное для электронных ресурсов. В принципе, по новому ГОСТу область примечаний – это факультативный элемент. Но при составлении описания некоторых видов ресурсов отдельные примечания являются обязательными или условно обязательными. Вот так, для электронных ресурсов, сетевого распространения. Примечания об электронном адресе ресурсов в сети и дате обращения становятся обязательными. А примечания о режиме доступа условно обязательным. Поэтому мы его можем опускать, когда доступ свободный, чтобы не писать это в каждом описании. Мы добавляем его только тогда, когда есть какие-то ограничения. И последовательность приведения примечаний. Пункт 5.8.6. Для электронных ресурсов в качестве первых примечаний приводят сведения, которые связаны с особенностями данного ресурса. Если они в предыдущих областях, описания не приведены. И для электронных ресурсов сетевых указывают следующие сведения. Режим доступа. Это в самом конце. Если есть какие-то ограничения, вот мы их так и указываем. Точка тире. Режим доступа. Двоеточие. Здесь пробел. Не ставится пробел только с одной стороны. И дальше пошло. Например, по подписке. Для авторизованных пользователей требуется регистрация. Здесь какого-то единого стандарта, что мы вот здесь запишем, не существует. Но вот примерные образцы, они есть и в гости. И примерно вот так можно очень коротко просто писать. Требуется регистрация. Платный ресурс. Пока не заплатил, не зайдешь. Вот еще один пример. Сведения об обновлении ресурса или его части. Как это может быть записано? Сведения об обновлении ресурса или его части приводятся уже после выходных данных. Место, год издания. И вот дальше мы пишем, обновляется, например, в течение суток или в течение ближайшего месяца. Перед URL. Вот здесь приводится у нас сведение об обновлении. И потом пошел уже адрес. Пишем URL и вставляем адресную строку. Вот. Дата последнего обновления, дата пересмотра. Если к какому-то событию, конференции, к семинару был обновлен этот сайт. И это указано на самом сайте выходных данных в подвале. Если где-то мы видим эту информацию, то ее вот сюда указываем. И потом у нас пошло вот так вот. Пишем URL и вставляем адрес. Если нет, значит нет. В области примечания, что обязательно пишется. Электронный адрес ресурсов сети интернет. Мы уже пишем не режим доступа. Режим доступа у нас теперь используется, вы видели, для другого. Для того, для чего он и нужен. А здесь мы указываем, вот как в ссылках. Писали URL. Также мы его здесь пишем. И обязательно указывается дата обращения. Дата обращения. Дата обращения с маленькой буквы в круглых скобках. И вот здесь пробелы не ставятся. В гости, если посмотрите в примерах, пробелы не ставятся. Наталья Сергеевна, для авторизованных пользователей смотреть по подписке. Например, подписаться на данный ресурс могут только организации. И вы как участник, сотрудник этой организации получаете доступ. Доступ по подписке. А есть сайты, где для того, чтобы воспользоваться этим ресурсом, достаточно авторизоваться. Зарегистрироваться и авторизоваться. И здесь подписка не нужна. Ну вот конвой наверняка пользуемся. Там есть доступ по... Есть свободный доступ, а есть по регистрации. И потом нам требуется авторизоваться, чтобы воспользоваться этим ресурсом. И посмотреть какую-то информацию. Вот в этом разница. То есть подписка мы не всегда можем, как частное лицо, оформить подписку на какой-то ресурс. Часто это могут сделать только организации. И, соответственно, доступ будет открыт только сотрудникам этой организации. Но если уж мы передаем свои логины, пароли третьим лицам, ну это уже другой вопрос. Скорее, этически. Ну вот в этом разница. По авторизации можно и так, и так указывать. Просто, например, ЭБС, доступ к некоторым разделам, к той же университетской библиотеке онлайн, только по подписке. И вот студенты и преподаватели ВУЗ, например, нашего имеют доступ к этим сайтам, авторизуются. Но если со стороны кто-то захочет просто авторизоваться и воспользоваться под своей учетной записи, он туда уже не войдет. Нужно подписаться. И еще один момент для наших публикаций в электронных журналах. Вместо даты обращения допускается ставить дата публикации, даже приветствуется. Ставятся они не в скобках, а через точку тире из большой буквы. Ну вот таким вот образом можно указывать, например, дату публикации какого-то материала. Мы можем не писать дату обращения, мы можем написать дату публикации. Для публикации в электронных журналах это допустимо. Хотя не везде приветствуется отказ от даты обращения, но имейте в виду, что с этим мы тоже столкнемся и можем столкнуться, и это не ошибка. Это может быть. Почему дата обращения может отпадать в связи с введением ДОИ, области идентификатора и ресурса и условий доступности. Почему все очень часто просят в работах указывать, даже если мы указали дату публикации, говорят, нет, укажите дату обращения. А когда вы смотрели этот ресурс? Вот есть ли статьи без ДОИ, это имеет смысл. Потому что, может быть, мы ее смотрели в 2018 году, у нас была дата обращения для статьи, которая была публикована в 2017 году, а сейчас этой статьи уже нет, ее исключили. Или ее переместили. Куда-то поменялся адрес, и мы уже не можем. А мы ставим дату обращения или не поставили, либо поставили от фонаря в вчерашний дню. Заходим, а нет такой статьи. Вот отказ от даты обращения может быть, если мы указываем дату публикации и указываем ДОИ этой статьи. По ДОИ мы спокойно можем эту статью найти, куда бы она ни переехала, на какой бы адрес она ни поменялась. Это раздел 5.9. Идентификатор ресурса является обязательным элементом для категорий международный стандартный номер и условно обязательным элементом для других идентификаторов. То есть, если у нас СБН, ИССН, ИСМН, ЕССН, там где есть международный стандартный книжный номер, журнальный номер средств массовой информации, электронного журнала, вот это является обязательным элементом. ДОИ, в принципе, подпадает под условно обязательный элемент, но он настолько уже важен, что лучше его включать в описание, если они есть. По, ну и остальные тоже могут быть, там номера госрегистрации, различные присвоения, это мы уже говорили на предыдущих вебинарах. Но про ДОИ помним, по ДОИ обязательно включаем. Вот еще, про режим доступа, там где требуется регистрация, вот еще несколько вариантов, если платная регистрация по подписке, как это еще может выглядеть. Иногда просто указывают, 350 рублей, все, режим доступа, заплатил, заходи. Иногда требуется мало того, что заплатить, еще и оформить подписку. Можно указать вот так, по подписке, либо вот еще один вариант, как указ, бесплатно для подписчиков университетской библиотеки. Это разные варианты, как может указываться у нас режим доступа. Да, вот в области идентификатора ресурса и условий доступности. Разные вариации здесь у нас могут встречаться. И, да, ну вот, вот у нас такие примеры есть. Для зарегистрированных пользователей, пример описания статьи, даже не статьи, а презентации из электронного журнала. Вот, смотрите, мы сюда, да, есть автор названия, вот сюда мы в квадратные скобочки добавили сведения, которые взяли уже непосредственно из-за анализа самого ресурса, что это презентация, что это материалы для такой-то конференции. И, да, вот их сюда добавили в квадратных скобочках. Здесь написано «текст электронный», в основном презентация действительно состояла, большинство из текста превалировало. И дальше у нас пошло вот описание идентифицирующей части ресурса, электронный журнал, URL, дата публикации такая-то. Если есть и SSN, в данном случае его, видимо, не было, либо автор не указал. Если есть и SSN, и SBN, их обязательно вот сюда указываем через точку тире, номер, идентификатор и вставляем URL. Для дуи, куда вставляется дуи? Дуи вставляется у нас вот сюда, перед текст электронный, перед двумя косыми чертами, да, double slash. Вот это сведения о самой составной части ресурса, а дальше пошло про сам ресурс, где составная часть у нас находится. Заглавие указали авторов, точка тире, вот сюда вставляем дуи, и после уже пишем, что это текст электронный, это электронная статья. Где взять дуи документы? Марина Ивановна, дуи документы обычно указывается при публикациях, когда смотрите какую-то статью, обращайте внимание, указано ли там дуи этой статьи. В архивах электронных журналов очень часто сейчас начинают присваивать эти номера. В старых статьях этого может не быть, это в основном последние несколько лет пошло. Присваивается вот этот номер дуи, и мы его оттуда берем. Когда с текстом работаем, с самим источником, в e-library можно посмотреть, когда открываете статью, там дуи тоже будет у нас указано. Если нет, значит нет, тогда будем без него обходиться. Ну и вот тоже самое, еще один пример, который у нас уже с вами мы рассмотрели. Особенности описания некоторых видов идентифицирующих ресурсов. Что обязательно указывать? Если составная часть документа, ресурса, помещена в электронном ресурсе сетевого распространения, и это у нас раздел или часть сайта, портала, веб-страницы, публикации в каком-то сериальном издании, сообщения о форуме, на форуме, вернее, то описание составляется по правилам раздела 7. Вот есть раздел 7 в ГОСТе, и правило на эти документы составляется именно с учетом вот этих особенностей ГОСТа. Если у нас отсутствует информация о месте и дате создания составной части ресурса такого распространения сетевого, то по возможности мы стараемся их установить и приводим в квадратных скобках. Но опять же, изучаем весь ресурс, ищем эту информацию, если нашли, то в квадратные скобки вставляем. Не нашли, ну не нашли. Ничего, опускаем, без него пойдет. Ну что же делать? Еще раз, это не наша вина, это еще иногда беда тех, кто оформляет электронные ресурсы. В цифру-то перейти перешли, а вот правил единообразных для этой части еще не существует, особенно в области сайтостроения. Что обязательно нужно указывать? Ну вот нет такой пока согласованности. Ну вот смотрите пример. Вот мы можем написать, кто у нас там говорил про официальные сайты. Российская национальная библиотека. Вот откуда мы взяли вот этот вот раздел этого сайта. Вот мы на него даем описание. Откуда мы это взяли? Российская национальная библиотека. В скобочках мы пишем, что это официальный сайт. Это действительно их официальный сайт. Хотя может быть в открытую это не написано. Прямо вот наверху, где логотип. Может не быть этих слов, но мы понимаем, проанализировав источник, что это не фейковый, не фишинговый, а не кем-то созданный клон, а это официальный сайт этой библиотеки. Тогда мы имеем право вот сюда вот дописать официальный сайт библиотеки и обязательно указываем вот эти два параметра. Без этого просто никуда. Так и дальше. Режим доступа. Вот мы написали, все хорошо, замечательно. Заходим, а он нас не пускает. Мы забыли указать режим доступа платный. Если есть такие особенности, не забываем про них тоже указывать здесь, чтобы у нас не было потом к нам претензий, что я не могу, а что же вы сразу не написали, что там надо деньги заплатить. Это для примера. Надеюсь, что там режим доступа бесплатный, по крайней мере он не стоял. И несколько примеров на описание материалов из электронных источников. Схему описания я вам здесь примерную привожу. Из электронной, статья из электронной газеты и примерно такая в виде полусхемы, статья из журнала. Если есть автор, мы его сюда дописываем. Название, текст электронный указываем. Дальше пошло источник, откуда мы это взяли. Если есть ИССМ, мы его сюда вставляем. Дальше пошел адрес, дата обращения и режим доступа. Режим доступа, кстати, может быть указан еще вот так. Еще один вариант, как оказать режим доступа. Из научной, есть в научной электронной библиотеке e-library. Вот это тоже один из вариантов, как может быть указан режим доступа. На составную часть ресурса. Вот у нас указывается тоже один из примеров. В скобочках мы берем то, что мы взяли сами. Фрагмент пособия. Вот на это тоже можно указывать, если у нас часть какого-то источника. И еще допустимо указывать, в каком разделе, подразделе, где она находится. Она находится на вот этом сайте. Это справочный информационный портал. И дальше мы можем указать то, что потом в меню мы указываем такой краткий путь доступа. Где и в меню нам это искать. На этом сайте мы его открываем. Вот раздел такой-то, подраздел такой-то и там-то она находится. Это тоже как вариант для описания разделов сайта. Режим доступа свободный, как правило, не приводим. А остальное, да. При необходимости в примечаниях вот такие разделы портала, подразделы сайта тоже можно указывать. Но опять же, не обязательно, но при необходимости это можно сделать. Если составляется одно описание на печатную и электронной версии издания, какие особенности составления описания Надежды Васильевны? Приводим данные и по печатной версии, и по электронной версии. Вот еще пример составной части сайта. План мероприятий по повышению текста электронной. Откуда мы взяли этот план? Вот название сайта. Официальный сайт здесь без квадратных скобок, значит, это было написано на самом экране. Год мы нашли в подвале, было внизу страницы сайта, указано, что это 17-й год. И вот этот год у нас относится к сайту, не к плану мероприятия, а к сайту. И дальше мы указываем вот этот наш электронный адрес и дату обращения. Ну, здесь мы тоже уже с вами рассматривали, да, тоже, может, составная часть сайта, вот она у нас дается. Если при описании журналов мы использовали дабл-слэш, здесь его тоже используем. Вот это часть сайта, а вот это уже пошла информация о самом целикомом нашем сайте. Ну, и сайт целиком описывается гораздо проще. Да, e-library, научная электронная библиотека, сайт, Москва. Если продолжается, можно вот так вот указывать дату. С открытой датой допускается. Дальше адрес, обращение, режим доступа только для зарегистрированных пользователей. Нужно зарегистрироваться в e-library, а здесь подписка уже не требуется, значит, я могу зарегистрироваться самостоятельно. И в конце указываем текст электронный. По статье из журнала с ДОИ. Вот кто у нас там спрашивал, Надежда Васильевна, значит, смотрите. Если у нас статья, а, про версию издания, вот если про статьи, здесь гораздо проще. Первая часть у нас идет, как обычно мы описываем статью, только добавляем текст электронный и ДОИ сюда вставляем, если оно есть. А дальше пошло также на печатную составляющую журнала, название, все данные идентифицирующего ресурса, где расположена эта статья, мы приводим. То есть все так же, как для печатной версии. Год, номер, страница и указываем только ссылку, где это можно посмотреть в печатной версии. А если, да, ну вот, вот отсюда. Ее можно найти и в самом тексте, и можно найти по ссылке на этот, на этот ресурс на сайте, например, в архиве номеров. То есть она, очень часто, это, знаете, как выглядит статья, которую мы находим в архиве номеров, и вот эта вот ссылка, она ведет на этот архив номера. То есть она выходила в печатном варианте, она есть, и вот этот номер, он оцифрован, он выложен на сайте, и она имеет две версии. Мы ее можем и так, и так посмотреть. И вот презентация из электронного журнала, то же самое, только мы здесь написываем, что это презентация и в квадратные скобки взяли, потому что это не нашли мы это на ресурсе, мы это сделали сами. Про печатные версии вроде бы у нас все. Еще, знаете, какая версия может попасться, я вот сейчас думаю над, Светлана Николаевна, над вопросом, и печатный вариант, и электронную версию. Ну вот скорее со статьями вот так. С электронными книгами, с книгами по-другому немножко бывает. Мы указываем, например, учебное пособие или учебник, он существует и в печатном виде, и он существует в виде электронной книги отдельно. Тогда в первой части описания мы можем привести все сведения, приводим необходимые для идентификации ресурс, как для печатной версии. А потом мы, иногда делается вот такая вещь, такая дописка после страниц. Иногда это делают проще, вот таким вот образом. Электронная копия доступна на сайте электронной библиотечной системы. То есть мы указываем условия доступа, и дальше пошло там библиотечная система, там университетская библиотека онлайн, там библиорусика, еще что-то, что-то, что-то. И дальше пошел адрес ссылки на эту книгу в электронной библиотечной системе. Вот на книге из библиотечной системы часто делают так. Дальше. Маленький вопрос про правовые системы, которые я не могу обойти вниманием. Был у нас вопрос в самом начале. В самом начале наших встреч спрашивали про правовые системы. Так вот, с правовыми системами. Они могут быть локального сетевого распространения. Либо самая известная там консультант плюс, гарант, еще есть кодекс, ну еще какие-то, может быть, знаете, мне пока не попадалось. Мне в основном это консультант плюс и гарант. Если мы, а вот если мы скачали эту программу, она у нас в локальном доступе. А если мы по сетевому распространению и там, и там, мы описание составить на них можем спокойно. Но есть особенности при составлении описания на эти ресурсы. Вот смотрите, здесь взяла тоже готовый пример у нас идет, да, описание какого-то вот статьи, арбитражные споры. Это режим URL, смотрите, не стоит, идет режим доступа справочно-правовая система консультант плюс. И это приводится как образец для использования. Мы можем, можно ли написать, можно. Для СПС консультант плюс мы можем использовать следующие варианты. Вот это вот обязательно указывается, откуда мы берем, через какую справочно-правовую систему, там информационно-поисковую систему, экспертную систему и прочее, мы заходим на этот источник. Вот еще один вариант, доступ из справочно-правовой системы консультант плюс. Возможен и такой вариант. Вот если у вас локальная версия, вы заходите не через интернет, я не знаю уж как, можно ли это делать, но вот такой запрос был от участников вебинара, поэтому за что спрошено, на то отвечаю. Тогда вы пишете вот так. Режим доступа никакого URL у вас не будет, потому что не через интернет. Режим доступа справочно-правовая система консультант плюс. Помните, мы смотрели раздел сайта, раздел такой-то, пододел такой-то, вот это тоже можно привести сюда для более упрощения поиска информации, более простого. Если заходим через интернет, то возможен вот такой вариант. Название автора, название материала. Сокращение допускается. Справочно-правовая система СПС консультант плюс. Дальше приводим адрес строки копипастом и дата обращения. Этого достаточно для самого краткого описания материала, который мы хотим привести из этой справочной правовой системы. Вообще и гарант. Общая схема описания ресурса, если вы его берете из справочной системы, то же самое, да, Елена Сергеевна. Если это будет книга из консультант плюс из гарант плюс статья, книга, описывается первая часть у нас одинаково. Вы его также даете описание на здесь. Вот смотрите, а у вас здесь будет книга. Вот вы ее также и описываете. Все данные о книге приводите, как для печатных изданий, все необходимы. И дальше пишем дата, доступ в конце. Вы дописываете режим доступа справочной или просто пишите вот эту вот вещь. Возьмите доступ и справочная правовая система консультант плюс. Все, если у вас не интернет-версия. Не, 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 Елена Сергеевна, ни в коем случае у вас вот этого вот не будет. У вас будет описание, вот как мы вот здесь вот так выше, по-моему, говорили. Вы даете описание для книги, и вот когда у вас заканчиваются страницы, вы приводите из БМ, вот потом ставите точку тире, да, и вы там пишите вот это вот. Доступ из справочной правовой системы консультант плюс. Откуда можно получить доступ к этой книге? Условия доступа. Нет, конечно же, ни в коем случае монографию, книгу, как аналитическое описание мы не делаем. Просто первая часть, она делается на печатное издание, а потом мы пишем условия доступа. А если через какую систему мы можем эту книгу прочитать? А если через интернет, то тогда мы описываем вот сюда, но тогда для книги мы вот это уже, конечно, не ставим. Для гаранта. Есть общая схема описания ресурса. Есть для гаранта, системы гарант, кто пользуется. Сведения о системе гарант берут с титульного экрана в строке заголовка. И в некоторых подразделах информация о программе, о комплекте, помощь из командного меню. Вот оттуда можно брать все сведения о системе гарант. И описание идентифицирующего электронного ресурса должен предшествовать знак, две косые черты с пробелами до и после, как для электронных ресурсов. То есть в описании для системы гарант будет примерно то же самое. Мы указываем ЭПС, система гарант. Гарант максимум вся Москва. Вот они все подразделения. Сведения о комплекте здесь приведены. Кто издатель, НПП, ответственное лицо. Ответственные сведения об издании мы приводим. Сведения об ответственности мы приводим. Версия такая-то, такая-то. По системе гарант я вам сейчас дам ссылочку. Можно посмотреть вот здесь. У них есть свои требования в консультант плюс, кстати, тоже можете посмотреть. Сейчас ссылку я не найду, но вы мне можете напомнить, я вам скажу. Дмитрий Юрьевич, консультант плюс, если размещен в локальном доступе, значит не будет веб-адреса, значит вы просто пишите доступ из системы гарант. Система консультант плюс, у вас же консультант плюс, да, да, из консультант плюс. Доступ из системы консультант плюс. Вот так же, как мы давали вот здесь. Справочная правовая система консультант плюс. У вас не вот этот вариант пойдет, у вас вот этот вариант пойдет. Первая часть описания, как для книги, в конце пишите режим доступа, или вот этот вариант, доступ из справочной правовой системы консультант плюс. И для системы гарант я вам сейчас даю ссылку. У них есть рекомендации, как правильно ссылаться на эту правовую систему, приведены на их сайте. Это советы их юридического консультанта, юрист-консульта. Поэтому при оформлении ссылок и включении в список источников вот этих источников, которые находятся в этой системе, вот имейте в виду, что вот это тоже следует учесть. Вот я вам оттуда прям привела, так как они рекомендуют, естественно, это рекомендательный характер, но они просят придерживаться вот такой схемы описания и как что сокращать, называть это вот с их сайта такая просьба. То же самое есть, кстати, и у консультант плюс. Есть у них небольшой раздел, мне попадался. Если интересно, коллеги, вы мне напишите, я вам тогда в группу на фейсбуке вот этот адрес найду по консультанту плюс. Елена Петровна, да, вот я как раз про это говорю. Тогда я в группу нашу библиографии для небиблиографов на фейсбуке вот этим найду ссылку и на гаранты и на консультант плюс еще раз туда повторю. Просто она у меня сейчас почему-то не скопировалась. Не могу ее вам сейчас прям сразу поставить. Ну и пару слов про видеоролики. Примеры описания видео. Пример из ГОСТа взят. Даже на ролике вот сейчас появилось новое в ГОСТе 2018, то, чего у нас не было. Видеоклипы, например, вот это вот взят с официального сайта. Вот тоже спрашивали, вот официальный сайт определенного лица, да, персональный сайт. Ну вот там было написано, что официальный сайт, поэтому мы без квадратных кубок это указываем. Точно здесь приводится под заголовком. Приводится заголовок, что эта группа легче потом, ну так же как в законодательных актах мы приводим закон, там Российская Федерация, законы. И дальше пошло название закона, чтобы потом искать было легче, да, по заголовку. Мы набираем там Юпитер, рок-группа, и он нам все, все видеоклипы выдаст. Это вот под заголовком вот так идет. И дальше пошло описание видеоклипа. Вот это мы дописываем сами, поэтому в квадратных скобках берем. И дальше пошли в сведениях об ответственности у нас указания на авторов, режиссера, автора музыки, слов и так далее. И вот оно пошло, описание изображения, движущиеся двухмерно, музыка, исполнительская и все это электронно. Можно сократить, если для студенческих, например, описаний, просто возьмите изображение, точка, музыка, точка, двоеточие, электронные. То есть это будет видеоклип. Видеодокументы сетевого распространения. Вот один пример. У меня тут недавно ребята сделали. Взяли ролик, ну не ролик, а скорее запись передачи. И сделали с Ютьюба. И сделали вот такое вот описание. Есть автор. Автор этой передачи, он уже ведущий. Название. Вот это записано в квадратных скобках. Ровно потому, что так было написано в заглавии. Название ролика, оно идет вот так, поэтому мы это здесь поставили. Не потому, что мы это сами придумали. И дальше на основе анализа этого сюжета они сделали вывод. И вот этот вывод уже у нас в сведениях, относящихся к заглавию, взят в квадратные скобки. Что это авторская передача. Эфир от какого числа. Была передача, и это запись этой передачи. Но эфир был вот такого-то числа. А сама запись была сделана вот такого-то числа. То есть чуть попозже. Изображение. Ну вот они написали просто изображение электронное. Может быть здесь еще можно было бы расширить. Но хорошо, хотя бы так. Не указано. Не замучивайтесь. Вот вопрос. Поэтому мы взяли это. Является ли это изображением? Скорее всего нет. Вот это скорее всего нам придется переделать. Ну по крайней мере. Изображение плюс. Что там еще у нас может быть? Устная речь. Что еще у нас там может быть? Видеоклип. Это же на видеоклип. Музыки там точно у нас нет. И дальше сведения об авторе. Дата. Сведения о канале обязательно мы сюда берем. Указание, что это официальный канал. Есть. Ссылка на запись есть. Дата обращения у нас есть. Ну вот самый камень преткновения у нас пока еще. Вот в этой части остался. Дмитрий Георгиевич, вы абсолютно правы. Вот с этим мы сейчас работаем. Как это написать? Ну хотя бы. Хотя бы они поняли, куда вставлять это. Этот элемент описания. Место определили. Дальше будем работать дальше. Как сюда дополнить? Ну и ставится после даты публикации. И смотрите. Вот сюда. Это относится. Может быть да. Может быть да. Вот кстати. После даты публикации точно. Вот сюда. Да. Хотя нет. Хотя да. Вот сюда мы после даты публикации должны поставить. Да. Вот еще одну ошибку нашли Ирина Борисовна. Вот спасибо. Да. Вот сюда мы вставляем изображение. Да. И дальше пошло откуда мы это взяли. Откуда брать сведения с электронного. С YouTube. С роликов. Вот все что у нас подлежит подлежит анализу. Вот оно у нас здесь выделено. И плюс еще аннотации которые сюда вставляем. И коллеги. Да. Ну. Некоторая полезность. Некоторую полезность я вам тоже потом скину в нашу группу. Ну вот. Самое наверное передатое обращение. Нет. Светлана Викторовна. Адрес. Пробел. И в круглых скобках пишем дату обращения. Ну вот коллеги на сегодня мы добрались до конца. Самые сложные у нас видеоролики. Которые немножко у нас в конце пошло уже практическое занятие. А как это исправить. А как это сделать. Ролики это самое сложное. Но здесь имейте ввиду. Они реже всего у нас будут встречаться в письменных работах. Студенческих и выпускных. И тем более аспирантских. Потому что на них как-то не приветствуется в академической среде. Ссылаться на видеоролики, видеозаписи и так далее. Но тем не менее с этим мы можем столкнуться. Сейчас я посмотрю вопросы. И коллеги пару минут. Я попрошу вашего терпения. Мы запись остановим. Но мне нужно будет выдать вам сертификаты. Поэтому чуть-чуть немножко я вас подзадержу. А сейчас я посмотрю пока по вопросам. Что у нас было. Библиографическая запись базы данных. А! Свидетельство. Ольга Анатольевна, напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Мы с вами посмотрим этот вопрос. Просто так сходу надо посмотреть и разобраться. Так сходу я вам прямо сейчас за одну минуту чудо точно не совершу. По библиографической запись или библиографическое описание, во-первых, что вам нужно. База данных. Я сейчас оставлю адрес своей электронной почты. Вы мне напишите. Очень интересный вопрос. Я думаю, что мы с вами разберемся с этим моментом обязательно. Надежда Юрьевна Киселева. В связи с развитием гражданской науки потребность в цитировании материалов, полученных любителями. Сайт iNaturalist содержит информацию о находках редких. Как цитировать в этом случае? Надежда Юрьевна, в этом случае, если вы цитируете с какого-то сайта информацию, который содержит необходимую информацию, на которую вы ссылаетесь... Спасибо, что ссылку дали. Я посмотрю, я не знаю, что это за сайт. Надо посмотреть. Если там в формате веб-страницы, например, тогда делайте описание как веб-страницы сайта. Автор, название материала и так далее. Если там какое-то другое представление материала, надо посмотреть. У нас же есть еще неопубликованные материалы, например, на которые мы тоже можем ссылаться. И они могут находиться и в цифровом формате. Тогда мы указываем доступ. По ссылке... Спасибо, Надежда Юрьевна. Посмотрим этот вопрос. Обязательно посмотрю и отвечу. Тоже на почту мне напишите, пожалуйста. И чтобы нам не потерять контакт. Ольга Анатольевна. Как составить библиографическое описание дистанционного курса, если курс закрыт до момента возобновления? Ну, вот так вот и составляете. Как на обычный электронный ресурс. Вот как мы смотрели, например, на дистанционный курс. Можете как мультимедийный, например. Если там много используется различных средств. И графика, и видео, и картинки, и тексты. Тогда как на мультимедийный ресурс. Если он закрыт до момента возобновления. Ну, такую написать в режиме доступа. Да, в условиях. Вот туда в конце написать, когда планируется возобновление, там закрыть до такого-то числа. Например, или до ноября. Там открытие курса будет доступен тогда-то, тогда-то. В свободном доступе тогда-то, тогда-то. Еще иногда, знаете, как пишут? Доступ по запросу автору. То есть, кто-то хочет посмотреть этот курс, он пишет вам запрос, а вы его либо открываете, либо нет. Но это в основном делается, когда нужно получить на закрытый курс рецензию или отзыв эксперта. Вот тогда можно вот так вот. Доступ по запросу иногда делают. Будет ли запись вебинара? Коллеги, запись вебинара обязательно будет. Через несколько дней появится на нашем канале на YouTube. Схема описания электронного учебника. Ольга Анатольевна, про учебники поняла. В группе у нас будет, на курсе мы про это тоже будем говорить. В подвале сайта могут фиксировать не только текущие. Да. Яна Владимировна, если стоит дата, ставьте последнюю. 20-й. Это значит, что он обновлялся в этом году. Да, скорее всего, там обновления какие-то проходили, работа по сайту идет. Или ставят иногда с открытой датой. Про дату в подвале сайта, про указания стоит под какой-то год. Да, с какого-то по какой-то. Можно последнюю поставить. Будет ли запись? Татьяна Александровна, запись будет. По презентации точно нет. Почту сейчас напишу, коллеги. Дата публикации сайта в дате обращения к ресурсу. Можно опускать. Это на Яну Владимировну. Если совпадают даты, в принципе, можно опустить. За это не убивают, честно говоря. Честно говоря, за это не убивают. Марина Максимовна, библиографическая запись и библиографическое описание. Библиографическая запись включает. Она больше и глубже, и больше сведений в себя включает. То, о чем мы говорим, это библиографическое описание. То, что мы используем при составлении списков источников, что нам потом помогает разобраться с ссылками. Библиографическое описание – это все сведения, которые позволяют нам идентифицировать и найти ресурс. А библиографическая запись – это каталожную карточку. Видели? Вот старые наши каталоги ручные. Когда вытаскиваешь, а там и аннотация, и какие-то шифры, китайская грамота. И вот это все и есть библиографическая запись. И в библиографической запись идет полное описание, чаще всего, на источник информации. А библиографическое описание – это часть библиографической записи. Вот мы про нее. Библиографическую запись мы точно пока не трогаем. Да, коллеги, полезная информация в чат. И я иду делать вам сертификаты. Если будут еще какие-то вопросы, вы их напишите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». Я потом распечатку чата возьму. Значит, оставляю вам адрес своей электронной почты. Вот он сюда. Да, вот адрес моей электронной почты. Если какие-то вопросы, и кому я сказал, большие вопросы были у нас очень интересные, напишите, пожалуйста. Это интересная вещь, чтобы они у нас не потерялись. Запись этого вебинара у нас появится на YouTube, на канале. Вот я вам ссылочку на этот канал тоже даю. И, коллеги, напоминаю вам про курс, который у нас будет с 24 ноября. Вот там мы не только будем смотреть, слушать, еще и ручками учиться это все делать. Вернее, да, все вместе будем учиться. И вопросы разной сложности и нюансы будем разбирать. Надежда Валентиновна, если могло не дойти, просто были в этот момент у меня перебои с почты, если можете продублировать письмо, да, повторить просто, чтобы оно у нас не потерялось. Ну вот, коллеги, на этом мы точно с вами завершаем. Всех благодарю за внимание. До новых встреч, до новых вебинаров. Следующая встреча у нас завтра, а вебинар по нашей тематике мы с вами встречаемся по библиографии для небиблиографов. У нас будет еще две встречи, 11 и, по-моему, 18 ноября. Поэтому всем счастливо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok